Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема дня. Каждого поименно в День памяти и скорби на площади Победы звучали имена павших рязанских воинов Великой Отечественной. Прожорливый агрессор. Как остановить шелкопряда? Лайфхаки от специалистов. Герой из Сасова. Сотрудник Росгвардии вытащил из огня целую семью. Сегодня Всероссийский День памяти и скорби. 82 года назад ровно в 4 часа утра гитлеровские войска пересекли границу СССР и началась Великая Отечественная война. Именно в 4 часа утра сегодня на Скорбящинском мемориале губернатор Павел Молков и десятки рязанцев возложили цветы к вечному огню и зажгли свечу памяти. А уже в полдень на площади Победы память о погибших в Великой Отечественной почтили минутой молчания и троекратным залпом оружейного салюта. Голанин Василий Семенович. Рядовой. Погиб в Восточной Пруссии. Голанкин Дмитрий Дмитриевич. Рядовой. Пропал без вести. В день памяти и скорби на площади Победы звучат имена рязанцев, павших в Великую Отечественную. Это именно им мы благодарны за настоящее. Всего же из области на фронт ушло более 300 тысяч бойцов, 180 тысяч погибло. Для них к вечному огню курсанты возложили гирлянду воинской славы. Для них было сегодня возложение цветов. Массовое возложение цветов замыкают юноармейцы из Дубровичей. Там они отдали дань уважения павшим воинам с утра, а затем отправились в Рязань. Со своими артефактами от великих предков. Мой папа, как говорится, участник Великой Отечественной войны, как говорится, воевал. Как говорится, 17 лет его уже забрали, как говорится, сибирского мальчишку, забрали на фронт. И 18 лет, когда, ну сначала в учебку, 18 лет, когда ему исполнилось, он уже первым номером, как говорится, ушел на фронт. Как говорится, у него два ордена славы. Один орден славы хранится у меня, второй орден славы в Красноярске у моего родного брата. Для юно-армейцев из Дубровичей цветная церемония, еще один пунктик в патриотическом воспитании. Гонять по датам лишний раз их не надо. Про Великую Отечественную они знают и так. Мы смотрели множество документальных фильмов по Великой Отечественной войне. И, конечно, оборону в Брестской крепости, очень запоминающийся момент начала войны. Память о погибших, тех, кто воевал, были в самом очаге войны. Торжественным маршем проходят курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Для ребят в Красном они в социальной патриотической цепочке безусловный ориентир четкого почитания традиций. Тема нашествия непарного шелкопряда в рязанских соцсетях одна из самых обсуждаемых. Как сильно он расслабился, что за деревья предпочитает и какие листья деревьев поедает без остатка, наша съемочная группа все узнала у специалистов. Шелкопряд – вредитель местный, говорит директор Центра защиты леса Рязанской области Галина Кононова. А идеальные условия для размножения у гусеницы – хорошая погода. А значит, условия в Рязанской области с ее теплой весной были самые подходящие, говорят экологи. Но добавляют, что идет это нашествие уже не первый год и идет, как волна, по нарастающей. Лиственные он деревья обедает, у них есть своя защита, запланирована все природой, что они потом могут опять листики отрастать. Причем это будет не на следующий год, это будет же в этом же году год обедания. То есть в августе мы когда уже поедем в лес, мы такого картинки не лицеприятной, которую сейчас видим, не увидим. Там уже будут на деревьях листики. Галина Кононова добавила, что продолжаясь вспышкой даже 2-3 года, для леса это не страшно. Тем более леса эти обрабатывали в прошлом году химикатом четвертого класса опасности, то есть наименее опасным для всех. В городских парках использовали другую тактику. Здесь уже химикаты не разольешь, приходилось бороться за каждое дерево. Вручную. В течение нескольких дней проводилась механическая сборка кладок и так называемое нефтевание. Когда кладочку мажут маслом отработанным, она покрывается пленкой, яйца уже не могут дышать и они погибают. Обработали два парка – ЦПК ИО и Братство по оружию. Перед битвой с гусеницей провели разведку местности. Осмотрели деревья, нашли кладки яиц. Расположены они всегда не выше полуметра над землей. Выглядят как маленькие коричневые шерстяные комочки. В Центральном парке культуры и отдыха специалисты насчитали по 500 яиц на каждом дереве. Благодаря кропотливой работе в прошлом году гусеницы в парке не вылупились. Поэтому подсчет проведут снова. Если в этом году наши наблюдения покажут, выявят опять такие кладки, конечно же, такие мероприятия мы будем проводить. Нам в этом очень помогали волонтеры. В этой нелегкой борьбе специалисты просят помощи и у горожан. Если обнаружите в своем дворе такую кладку, то просто счешите ее металлической щеткой. И тогда распространение удастся предотвратить. Хотя бы локально. Ко всем жителям города хочу обратиться. Пожалуйста, зимой кормите птиц, кормите синичек. Потому что синички, они поедают очень массово. Вот эти первые маленькие гусенички, которые шелкопряды, которые выползают и разлетаются на своих ниточках. И они являются их естественным природным уничтожителем. Кроме синиц, шелкопрядов поедают еще и кукушки. Однако этих птиц в регионе не так уж и много. Стало быть, бороться за парки будут вручную. С привлечением волонтеров. Разветвленную межрегиональную сеть из 28 наркопроизводителей и торговцев скрыли сотрудники МВД России. Свои зелья сообщество распространяло в Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Костромской и Рязанской областях. Подробности в нашем следующем сюжете. Пакет за пакетом, снова пакеты. Кажется, не видно им конца. На этих еще весенних кадрах оперативники осматривают изъятую партию зелья. Уже потом точно таких же дилеров возьмут сразу в нескольких регионах страны. По версии следствия, ячейка межрегиональная. Например, в Ивановской области сбытчики организовали работу нелегальной нарколаборатории. Готовый товар передавали соучастникам, наркокурьерам. Те, в свою очередь, везли в регионы, где уже местные дилеры распространяли товар в розницу через онлайн-магазин в Даркнете. Сообщество действовало на территории Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областей в период с февраля 2021 по март 2023 года. Следователями и полицейскими из незаконного оборота изъято более 240 килограммов наркотических средств, а также большое количество лабораторного оборудования. В ходе расследования уже проведено больше 260 судебных экспертиз, допрошено порядка 100 свидетелей. Следователи изучили и переписки в мессенджерах и установили, что группировка совершила не менее 60 преступлений. И это только предварительно. Уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных статьями 210 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, соединены в одно производство. 22 фигуранта заключены под стражу. В отношении остальных шести избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все соучастники и эпизоды противоправной деятельности. В совместном рейде сотрудников Госавтоинспекции и Федеральной службы судебных приставов снова поймали крупного должника. Но посту ДПС выяснил, что его задолженность больше 600 тысяч рублей. Чем теперь он будет расплачиваться, знает Валерий Седов. Цена на автомобиль Форд Куга стартует 600 тысяч рублей. Да и то машину эту продает лишь второй владелец. Пробег 175 тысяч километров, год выпуска 2008. Цена же на современные, но от перекупов эта сумма с шестью нулями. А вот тот Форд Фуга, который сейчас поднимает эвакуатор, можно сказать пошел по минималке. Вне зависимости от года выпуска и пробега. На эвакуатор автомобиль попал не просто так. Водитель проехал под камерами СПО «Паутина». И программа автоматически вывела сотрудникам Госавтоинспекции на экран сообщения. У водителя задолженность. Немного немало 600 тысяч. Информацию передали на ближайший пост. Реткинский. Там машину и остановили. Согласно имеющимся данным, на 49-летнем собственнике данного автомобиля имеется значительная сумма задолженностей по налогам и административным штрафам. А именно более 600 тысяч рублей. В связи с этим на место была направлена группа Федеральной службы судебных приставов. Уже на месте приставы составили необходимые материалы. А на транспортные средства наложили арест. После эвакуатором доставили на специальную стоянку. Там авто будет дожидаться своего хозяина. А увидятся они, когда последний все же погасит свою задолженность. Можно на месте, говорят юристы. Если такой возможности нет, то можно попросить об отсрочке или рассрочке. Но предоставляют ее только по уважительным причинам, а не по прихоти должника. Спонсор ежедневной информационной программы «День города» Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Вкусные свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». А эта история удачного спасения при пожаре пришла к нам прямиком из Сасовского района. Сотрудник Росгвардии вытащил из огня целую семью и теперь будет представлен к награде. Подробности далее. Одним из вечеров сотрудник вневедомственной охраны, сержант Максим Ярошевский, закончил дежурство, отправился в гараж, а после домой. Когда проезжал по улице Политаева, что в Сасовском районе, заметил клубы дыма. Понял, что горит частный дом. Первым делом вызвал пожарных. После стал стучать в окна и двери, чтобы разбудить людей внутри. Как потом выяснили, в доме жила семья из трех человек. За это время помог выйти людям с дома, собрать их личные вещи, документы. Максим Ярошевский рассказал, что когда приехали пожарные, то он помог им распутать рукава и тушить пожар. Сержант скромно добавил, что помог, чем смог. В результате пожара домовладение серьезно пострадало, однако жизни и здоровью семьи ничего не угрожает. Росгвардейца представили к награде. На июньском ночном небе сразу после великолепных летних закатов можно наблюдать особые атмосферные явления, которые ученые называют поэтичным именем – серебристые облака. Наблюдать застывшие сполохи причудливых форм в ночном небе можно не всегда. Они появляются только в начале лета. Когда Солнце уже ушло за горизонт и наступила ночь, в небе отчетливо видны тонкие паутинки светлых облаков. Ученые называют их серебристыми за красивый светящийся на фоне темного неба оттенок. Это пыль космическая, земная, вулканическая пыль. Малючники частичные, там где-то полмикрона, треть микрона. На них осоздаются пары воды. Получаются такие кристаллики водяные. Солнце во время навигационных сумерек, когда Солнце от 6 до 12 градусов под горизонт. Уже здесь ничего не освещено. Облака, которые на высоте в тропосфере до 12 километров, уже не освещаются. А вот эти льдинки на пылинках, которые находятся в мезопаусе на высотах… Ну, средняя высота мезопаузы – 85 километров. Самая низкая температура там. Поэтому конденсация происходит. Эти места Солнце еще освещает. Удивительно, но до конца 1885 года астрономы, а их тогда было немало, ни разу не описали ничего похожего на серебристые облака. Возможно, что ранее это явление не существовало вовсе, а появилось впервые в связи с извержением вулкана Крокотау на территории современной Индонезии. Огромное количество пыли было в стратосферу выброшено. И вот через пару лет вдруг все начали наблюдать. В том числе наш крупнейший астроном русский, Белопольский такой был, в Питере, в Пулковской обсерватории, в Москве, Церасский был крупнейший русский астроном. Вот они составили первые атласы, вот этих серебристых облаков, наблюдала вся Европа. До этого почему-то, но слишком яркие были. Облака эти ярко блистали на ночном небе чистыми белыми серебристыми лучами, с легким голубоватым отливом, принимая в непосредственной близости от горизонта желтый-золотистый оттенок. Так описывает ночные светящиеся облака Витольд Карлович Церасский, впервые наблюдавший их 12 июня 1885 года в Москве. Настолько же ярко светились облака после еще одного нетривиального события. Затем были очень яркие серебристые облака в 2008 году, после падения Тунгусского метеорита. Хочу напомнить, 30 июня очередная годовщина падения Тунгусского метеорита. Тоже было огромное количество пыли в тартосферу выброшено. И мощнейшие серебристые облака в Питере, кстати, наблюдали. Спустя 125 лет после того, как приват-доцент Витольд Карлович Церасский под утро увидел в небе необычные облака, ученые все еще не могут сказать с уверенностью, что понимают, откуда и как они берутся. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 19 по 24 июня. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова